всем здравствуйте всем большой салам я представляю сейчас выражение лица лиц некоторых чуть-чуть 2 3 день выходит выступает я сейчас не буду вдаваться в историческую действительность кто это построил до крепость баку девичью башню но дело в том что все это мы азербайджанцы сохранили да да все это дворец шар ваша шаха все эти всю эту старину сохранили что вы сохранили у себя в ереване просто опять вопрос самый простой 300 посмотрите монету тех лет в честь победы над ереваном русскими войсками на этой монете там минареты и мечети там ничего другого нет 300 мечети уничтожены просто уничтожены 300 мечети одна мечеть осталась все все историческое уничтожено дворец сардара уничтожен скажите вы зачем войну вели с камнями ну да ладно это убираем сторону взять карабах 9 городов стерто с лица земли иностранные жены это факт иностранные журналисты приезжают и говорят что агдам физули это хиросима двадцатого века двадцать первого века двадцатого века как там они сказали все разрушено тысячу и тысячу кладбищ разрушена вы можете качать представить себе где-нибудь в россии мы давайте я затрону тогда где-нибудь в россии кто-нибудь из ваших знакомых друзей построил себе коттедж и лестницу в этот дом в этот коттедж где будут жить его семьи где будет жить его семья его дети будущем его внуки где будут приходить его друзья и вот лестница эта лестница выложена мраморными плитами надгробными мраморными плитами и камнями с кладбищем где вот ты поднимаешься по лестнице и ты наступаешь на фамилии имена усопших людей вы можете себе такое представить пожалуйста мы это уже показывали как армяне строили себе дома из этих плит я задал вопрос про танец узундаря и все наши дуд дружно бросились мне это все переводить ребята учебу вы зачем мне это переводите этот вопрос я задал не вам этот вопрос я задал нашим оппонентам нашим армянским соседям я им задал а вы все дружно бросились мне переводить мне-то перевод не нужен я его и так знаю единственно что я ошибся я это не аршин малалан ол масомбол болсон ну немного ошибся я вообще вот иногда меняют как бы путаю слова вот мне пишет артур григорян тут можно было бы просто прочитать и пройти мимо но тут есть одна такая фраза мы очень многое взяли слов у турков у персов у арабов так и они у нас взяли вот ключевая фраза и они у нас взяли спрашиваются армяне я задаю опять простой вопрос меня точно скоро грохнут за эти вопросы что у вас взяли арабы персы турки азербайджанцы что у вас есть чтобы можно было взять вы о чем никогда доминирующая страна не берет у тех кто под их влиянием находится это те кто находится под империи берут от этих это вы взяли у турков все и кухню и фамилию но турки то не взяли у вас свинину кушать правильно это вы взяли у них блюдо ну пусть никто не обижается кушайте свинину да на здоровье это ваше личное дело тут суть не в этом но турки же не взяли ваши блюда из свинины а вы взяли все у турков то что можно было то же самое у нас вы взяли блюдо босс баш и не знаете у вас это матом звучит босс баш у нас это звучит как совсем по-другому стоп-стоп-стоп это к своим не переводите мне что такое босс баш и сразу бросаетесь мне переводить диана да вот понимаете вы взяли босс баш вы взяли бастрому во время войны вот сейчас следствие идет армянские солдаты занимались члена вредительства нет ни в том понимании что вы сейчас подумали не просто там рубили нет они стреляли друг другу один выстрелил другому в плечо 2 другому выстрелы в голень естественно это тяжелое ранение поставлять в колено выстрелить и сейчас идут судебные процессы они многие друг друга стреляли чтобы не воевать всем пока всем удачи пишите в комментариях что вы об этом думаете спасибо за просмотр не забудьте подписаться на наш канал и поставить лайк этому видео